В этом уроке мы с вами рассмотрим заполнение отчета и расчет по страховым взносам. Перед тем, как перейти к непосредственно заполнению отчета, давайте посмотрим настройки, которые у нас повлияли на начисление страховых взносов и, соответственно, которые потом попадут в отчет. Во-первых, давайте посмотрим тарифы страховых взносов, которые у нас в системе установлены. Раздел «Главное», «Налоги и отчеты». Выбираем страховые взносы. Установлен у нас для организации «Стройторг» основной тариф страховых взносов и ставка от несчастных случаев. Мы можем сюда провалиться, нажать на «Тариф страховых взносов» и увидеть, что с 1 января 2015 года, какие именно тарифы у нас сейчас установлены и по каким тарифам у нас страховые взносы начисляются. Кроме того, мы можем посмотреть в настройках зарплаты раздел «Начисления». Здесь у нас весь перечень начислений, которые мы пользовались в течение периода. По каждому, если мы провалимся в начислении, мы увидим, каким образом это начисление облагается страховыми взносами. То есть он может целиком облагаться, может облагаться кроме пособия за счет ФСС, не облагается за счет пособия ФСС, может относиться к договорам гражданско-правового характера, но и дальше здесь весь список этот есть. Конечно, это нужно проверить и настроить перед началом работы в программе, в процессе надо обращаться к этому справочнику. Ну и просто, когда вы будете составлять отчет, важно знать, где, если что, можно эти данные посмотреть. Удобно пользоваться еще зарплатным отчетом в разделе «Зарплата и кадры», «Отчеты по зарплате». Есть отчет «Налоги и взносы кратко». Если мы выберем первое полугодие 2020 года, то мы здесь сможем увидеть начисленную зарплату и те налоги, которые с этой зарплаты были рассчитаны. То есть здесь же мы можем для отчета по НДФЛ посмотреть начисленную НДФЛ и здесь все страховые взносы. По каждому сотруднику и суммарно. Можно формировать отчет по месяцам, можно формировать отчет за налоговый период. Теперь мы переходим к самому расчету по страховым взносам. Раздел «Отчеты», «Регламентированные отчеты». Создаем новый отчет. Расчет по страховым взносам. Формировать мы его будем за первое полугодие 2020 года. Мы видим, что у нас изменилась редакция формы. Можем обратиться к изменениям законодательства. Программа у нас откроет ссылочку в браузере. Немножко изменилась ссылка. Раньше просто информация оставалась в окошке. Сейчас нас отправляют на сайт 1С. Здесь нам нужно выбрать страховые взносы. Сейчас мы выберем страховые взносы. И видим, что у нас новая форма формата порядка заполнения расчета по страховым взносам. Можем ознакомиться с рекламой здесь. Можем посмотреть, когда изменения появятся в программе. Мы видим, что для нашей бухгалтерии изменения уже реализованы. Все, мы можем вернуться к заполнению нашего отчета. Создаем новую форму. При создании у нас заполнится титульный лист. То есть мы увидим отчет уже с данными о страхователе, аналогоплательщике. Но у нас сейчас не заполнены наши разделы. То есть цифры здесь нет. Для этого нам нужно нажать кнопку заполнить. И программа и система подтянет нам все наши данные. Значит, на титульном листе нам важно проверить правильное заполнение местонахождения налогоплательщика. После этого мы переходим в подраздел 1.1.1.2. Здесь у нас сводная информация по начисленным страховым взносам. У нас отчет за первое полугодие 2020 года. Значит, у нас здесь есть цифра с начала года, сумма выплат. И помесячно за последние 3 месяца. Это у нас получится апрель, май и июнь. Здесь у нас есть количество застрахованных лиц. С начала расчетного периода у нас было 4 застрахованных лица. Во втором квартале их стало 3. У нас один человек был уволен. Видим мы суммы здесь, не подлежащие обложению страховыми взносами. Вот и того база для начисления страховых взносов и исчисленных страховых взносов. Всего за накопительность начала расчетного периода и за последние 3 месяца. Эти же цифры мы видим в разделе 3 по каждому застрахованному лицу. Мы видим здесь базу и видим сумму исчисленных страховых взносов. Вернемся в подраздел 1.1. Обратим внимание на расшифровку. То есть многие из ячеек можно расшифровать. Становитесь на ячеек, нажимаете расшифровать и видите отчет. То есть здесь у нас начислено выплаты и вознаграждений в разбивке по каждому физическому лицу. И что именно это было? Оплата по окладную, больничный или отпуск. Значит, на что нам здесь нужно обратить внимание? Во-первых, сумма всего с начала расчетного периода не должна быть больше, чем сумма за последние 3 месяца, потому что она включает ее в том числе. Можно обратить внимание на количество застрахованных лиц. Если вы приняли на работу человека, она должна увеличиться. Если уволили, то она должна уменьшиться. И еще можно проверить, ну это и контрольными соотношениями тоже проверяется, что у нас первый месяц второго квартала, это у нас будет апрель. Мы можем в отчете посмотреть, вот по расшифровке можем посмотреть, сколько у нас было начислено. И можем в третьем разделе проверить, что у нас вот эти 72 тысячи должны быть равны 20 тысячам плюс 25 тысячам плюс 27 тысячам. Вот. Это все проверяется контрольным соотношением, ну просто чтобы вы знали, где это искать в случае чего. И по третьему разделу, что здесь важно проверить. Проверять нам нужно данные о физическом лице. В том случае, если у вас сотрудник поменял с НИЛС, поменял данные, фамилию, например, нужно обязательно это отслеживать. То есть вы должны в системе это отразить и проверить в ближайший период, когда будете сдавать отчетность, проверить, что у нас данные попали в отчет правильно. Потому что обязательно орган, принимающий отчетность, эти данные проверяет. Где мы можем это проверить? Где мы можем это посмотреть? Эти данные у нас хранятся в справочнике «Физические лица». Мы здесь смотрим Иванову Светлану Юрьевну. Здесь мы тоже должны открыть Иванову Светлану Юрьевну. И вот у нас ее персональные данные. Все. После того, как вы сами проверили все данные в отчете, убедили, что у вас здесь все хорошо, вы можете воспользоваться контрольными соотношениями, которые зашиты в системе. Можете проверить выгрузку, можете проверить выгрузку в интернете. Перед проверкой нужно записать, чтобы у нас здесь звездочка не стояла. Проверили сами, проверили контрольными соотношениями, убедились, что все в порядке. Можем либо выгрузить файл и передать в налоговый орган, либо, если мы пользуемся сервисом 1С-отчетность, отправить непосредственно из программы. В этом уроке мы с вами рассмотрели, как заполнить отчет расчет по страховым взносам, какие данные проверить в этом отчете, и каким образом встроенными средствами можно проверить составление отчета и передать его контролирующему органу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова